К нашему эфиру присоединяется Кирилл Мартынов, редактор «Новая газета Европа». Кирилл, здравствуйте, рады вас видеть. Доброе утро. Да, здравствуйте. Кирилл, хочу про студенчество вас спросить сразу. Недавно ваш пост прочитал в Фейсбуке. Позвольте, частично прочитаю, как раз очень актуально к этой теме. Вы описываете, как в начале войны вам написал сначала одноклассник с такими полушитливыми намеками на то, что он умеет собирать, разбирать автомат Калашникова. И вы предполагали, что шутки с ним поэтому плохи. А после этого вам писала однокурсница. Не будем читать ее фамилию в эфире. Ну, в общем, вы описываете, что сидели с ней за одной партой на уроках немецкого языка. И она написала, что ей очень жаль вас, запутавшегося русского мальчика. Она сейчас работает ведущая на телеканале «Спас», пропагандистский религиозный канал. К чему это все? Вот у нас сюжет был о том, как студентов сейчас вербуют в армию, для того, чтобы они шли в окопы, не заканчивали даже учебный год, а вот прямо сейчас призывная комиссия, контракт и погнал под углидар. Как вы считаете, эта акция, она останется без внимания? Ведь кажется, вроде как молодежь должна быть против войны, где они, где интересы Путина. Или Кремль понимает, где искать себе кадров для войны? Ну, я вообще, во-первых, хочу сказать, что я про студентов знаю не только потому, что я когда-то был студентом, но и потому, что я до последнего времени, до начала войны в России был преподавателем. И, собственно говоря, довольно так красиво, если можно так сказать, увольнялся в конце февраля прошлого года за то, что, в общем, на меня написали донос, потому что нельзя на семинарах по этике Иммануила Канта говорить, что война – это плохо. Так что студенческие воспоминания у меня свежи. Что касается вашего сюжета, то действительно в России идет вот эта скрытая мобилизация. Может быть, она не настолько уж и скрытая, но вот эшелоны на фронт не отправляются, там мужчин обычно не ловят на улицах в городах, но всеми другими способами российская власть пытается пользоваться. И одна из групп населения, которая, в общем, не очень защищена, не очень знает свои права и не очень может за себя побороться – это как раз российское студенчество. И здесь, мне кажется, российские военкомы, российские начальники университетов, они идут вот по этому сценарию. Давайте кого-нибудь там из старшекурсников, наверное, поймаем. Скажем, там, парень, ты патриот, ну вот тогда тебе повестка. Давай ты ее добровольно подпишешь, мы скажем, что ты сделал это сам, и, значит, твою отсрочку от армии отменим, и дальше ты поедешь на фронт. Если достаточно сильно человека психологически обрабатывать, я думаю, что многие люди могут действительно напугаться, тем более что, ну, тут как бы как по российским законам студентов сейчас призывать нельзя, но мы понимаем, что российские законы – это вещь такая, в общем, гибкая при необходимости. Да, вот сегодня нельзя, завтра будет можно, я бы на месте российских студентов бы в этом смысле слова не сильно полагался на ту защиту, которую им их гордый статус студенчества сейчас предоставляет. Быть студентами в России так же опасно, как, в общем, заниматься любыми другими делами. Ну, а дальше начинается вот такая добавочная активность людей, которым нужны новые мобилизованные, мобилизация, как мы прекрасно понимаем, в общем, и не прекращалась. И, собственно говоря, это все будет и дальше-то в таком ключе, мне кажется, продолжаться, да, если не будет принято решение о том, что, в принципе, у нас никаких законных оснований для того, чтобы не идти на войну, вообще нету. Тем более, что российская пропаганда каждый день говорит о том, а почему же у нас студенты не воюют, неужели они не патриоты. Вот если людей вроде Соловьева послушать, их очень беспокоит, что какие-то 20-летние люди, они еще не на фронте. Да, но при этом хотелось бы, конечно, чтобы и скоро будет у нас возможность посмотреть более детально сюжет о том, как выглядит и почему не на фронте сын того самого Соловьева. Ну, мы сейчас не об этом. Скажите, пожалуйста, Кирилл, 24-е число, не за горами, годовщина страшной полномасштабной войны. Давайте поговорим о том, как собираются отмечать этот ужас в Российской Федерации. Насколько я понимаю, да, конечно, будет венец то, что будет происходить на Лужниках, но правда ли, что планируются мероприятия праздничные, даже страшно это говорить, по всей территории Российской Федерации, так ли это? На самом деле на широкую ногу гулять будут? Вы знаете, у меня нет документов, которые бы подтверждали, что будет именно вот широкомасштабный, ну, имитация широкомасштабного народного праздника, но понимая, как устроена российская бюрократия, я вполне готов это допустить, потому что если в Лужниках есть вот праздник номер один, номер ноль даже, да, с участием этого самого нулевого лица, то, соответственно, все остальные российские начальники на местах, в регионах, они тоже должны показать, что, значит, народ очень поддерживает войну, и в этом контексте действительно они, демонстрируя лояльность и поддержку, отчитываясь тем самым перед Москвой, они действительно могут устроить и сеть региональных подобных концертов в поддержку, значит, курса Российской Федерации на то, что они называют СВО. Это вполне в логике российской бюрократии, я думаю, что это очень вероятное событие, это, конечно, будет страшный очередной позор, и, по всей видимости, будет сопровождаться еще какими-то попытками устроить успех на фронте, вот, то есть одновременно, скорее всего, будут лететь ракеты, да, люди будут плясать и кричать, что они любят своего президента, потому что им, их попросили это сделать на месте работы, или дали им за это 500 рублей. Ну да, тут есть информация о том, что будет ответственную за привлечение молодежи, Росмолодежь, организация так называемая, и это мероприятие пройдет 23 февраля. Но давайте тогда поговорим о том, что до этого Путин объявит на встрече, на своем послании к федеральному собранию, что вы ожидаете? Ведь, ну, по сути, как бы хвастаться нечем, и вот многие эксперты говорят, что тут есть два варианта, либо Путин уйдет в мажор о том, что, слушайте, все хорошо, и вообще мы идем правильным курсом, либо он может, опять-таки, напомнить всем, что со всем блоком НАТО мы воюем, и это россиян может напугать. Вот вы к чему склоняетесь и раскрываете свое мнение? Вы знаете, я ничего не жду от этого заявления Путина, поскольку все предыдущие его заявления в течение, там, последних, ну, полугода, если не больше, они были абсолютно пустыми, они строились по одной и той же модели, когда он перечисляет славные подвиги наших предков, потом говорит, что мы все сделали правильно в феврале и продолжаем это делать, потом рассказывает о том, что российская экономика сильна, потому что он опять раздаст деньги нуждающимся из госбюджета, потом напугает немного историей про то, что, в общем, весь Запад против нас отполчился, потом, может быть, похвалит себя, что якобы у него есть какие-то международные союзники, значит, Китай, возможно, под большим вопросом, но более вероятно Иран, и вот с этим набором союзников вот мы, собственно говоря, всех и победим наших врагов. Путин говорит очень пустые вещи, очень повторяющиеся, это похоже на, ну, действительно, это похоже на такой роман Сорокина, где персонаж Путина говорил там только три слова, это не я. Вот сейчас эти три слова развернуты в какую-то более длинную речь, по сути, такую же пустую, как и в этом фикшене, в этом романе. Единственный вопрос, который всех беспокоит в течение, ну, года уже практически десяти месяцев, это вопрос о том, готов ли Путин на дальнейшее обострение, готовит ли он к этому российских граждан, да, собирается ли он пугать всех снова ядерным оружием, и самое главное, переходить от слов к делу. Больше, по большому счету, ему сказать нечего, его ресурсы в значительной степени везде исчерпаны, он сделал все то, что он начал войну, он ведет мобилизацию, он переводит экономику на военные рельсы. Какой здесь еще, возможно, там, четвертый и пятый тезис, что какое еще зло он может нам причинить, да, вопрос открытый. То есть то, что он мог сделать, он уже было сделано. Поэтому я не жду какого-то грандиозного прорыва от этой речи, да, и вообще как бы чего-то интересного. Ну, зная Путина по предыдущим годам и десятилетиям, еще можно предполагать, что он будет пытаться всех удивлять. Ну, я не знаю, ну, например, он может предложить какое-нибудь, значит, перемирие, да, там, типа вот того, что они предлагали, это фейковое перемирие на Рождество, и условия этого перемирия будут настолько, настолько... То есть, как бы понятно, какой месседж, что Путин, на самом деле, миротворец, он всегда себя так называет, как и все агрессоры, что, в общем, на самом деле мы эту войну не начинали, нас спровоцировали. Вот, можно предложить какие-нибудь идиотские условия перемирия, а потом сказать, что вот Украина в очередной раз их не приняла, да, и на этом как-то получить какие-то доли процентов поддержки Владимира Путина внутри самой России. Но, в целом, я такие, такие сюжеты более экзотические, более, как бы, удивляющие, я их расцениваю как очень низкая вероятность. Скорее всего, будет все то же самое, что было во время речи про Сталинградскую битву. Тем более, что, знаете, этот год, он для Путина очень удачный в его, ну, в смысле, в его вот этой фантазии исторической, военно-исторической, в которой он живет, впереди еще годовщина Курской битвы. Ну, то есть, он может сколько угодно себе придумывать праздников и сколько угодно может их отмечать. Кирилл, у нас остается до минуты, простите, на это включение. Очень хочу узнать ваше мнение. Если понятно, что от Путина мы не ожидаем никаких радикальных изменений, и он выступит 21 февраля, то с 20 по 22 февраля Джо Байден будет в Варшаве и явно в своем выступлении сможет уже учитывать выступление Путина и дать ответ. А вот что Джо Байден может объявить, раз уж такой батл между их заявлениями мы проводим. Как вы думаете? Ну, мы ждем от Байдена и от американской администрации, от Евросоюза продолжение поддержки Украины, не словами, а делами, и деньгами, и оружием. И самое главное, пониманием того, что перед избирателями Байден несет ответственность за то, что будет вообще с западным миром. А вопрос этот решается сейчас в Украине. Мне кажется, достаточно ясная повестка для спичрайтеров. Это очень удобный, мне кажется, поворот и очень, ну, дающий возможность вспомнить про, знаете, такие славные десятилетия, славные годы жизни Запада, когда действительно было понятно, зачем он существует. Спасибо громадное. Спасибо. Детально по полочкам объяснили. С нами был Кирилл Мартынов, редактор «Новая газета Европа». Спасибо.